Всем привет! Возможно многие уже заметили, как Polar с завидной регулярностью стали выпускать новинки. Недавно были презентованы новые часы Polar Grid X. Казалось бы, что эта новинка стала флагманской моделью Polar, заменив тем самым серию Vantage V. Но это не так. Grid X скорее дополнение к линейке. Чтобы это понять, предлагаем вам мини-обзор на Polar Grid X. Часы Polar, безусловно, всегда давали обширные данные по тренировкам, особенно в циклических видах спорта. В чем-то они даже вырвались вперед, сравнивая их с Suunto и Garmin. Но тем временем Polar не развивали функции, связанные с тренировками на пересеченной местности, бегом по горам и туризмом, то есть в тех видах спорта, где необходима навигация. Suunto же и Garmin сначала своего основания занимались этим направлением и преуспевают в нем. Поэтому возникает справедливый вопрос. Почему нам стоит выбрать новинку от Polar? Давайте в этом разберемся. Polar добавили в часы несколько уникальных функций, первой из которых стала погода. На экран часы выводят прогноз на два дня вперед. С почасовой детализацией температуры, влажности воздуха, скорости и направления ветра. Часы Garmin, кстати, тоже выводят на экран прогноз погоды, но без направлений и скорости ветра. В случаях Garmin и Polar прогноз работает только в связке с телефоном. Если не сопрягать часы с телефоном на протяжении двух-трех дней, прогноза не будет. Второе. В новинку добавили функцию Hill Splitter. Она автоматически определяет подъемы и спуски, находясь на маршруте. У Garmin Fenix 6 есть что-то похожее. Но если в случае Garmin на экран выводится информация по всем подъемам и спускам перед запуском тренировки, чтобы пользователь мог увидеть предстоящую нагрузку, а затем после старта тренировки включается своего рода виртуальный партнер, который учитывает все подъемы и спуски. Другими словами, поднимаясь в гору, темп замедлится, спускаясь с горы увеличится. Это поможет преодолеть даже сложные трассы с лучшим темпом, вне зависимости от местности. Тем временем Polar фиксирует подъемы в режиме реального времени, то есть когда вы находитесь непосредственно на нем. При этом GridX посчитает количество, протяженность и время всех подъемов и спусков, а также равнин. После тренировки можно посмотреть статистику на часах или детально в приложении, отдельно по каждому подъему или спуску. К сожалению, у нас в команде нет рейлраннеров, и мы не смогли разобраться, как они будут использовать эту функцию. Но нам она пригодится для выполнения так называемых горок, интервальных тренировок в гору, чтобы отслеживать время подъема и количество горок. После можно будет сопоставить эти данные с нагрузкой. Третье. Также в часах появилась функция Fuel Wise – питание по расписанию. Во время длительных многочасовых тренировок организму необходимо питание, чтобы поддерживать энергию. И Polar GridX предлагает пользователю умные напоминания по приему пищи. Работает это так. Перед занятием пользователь задает продолжительность и интенсивность тренировки. После записывает в часы порции своего питания – геля или батончика. И выбирает режим напоминаний – автоматический или ручной. После запуска тренировки часы, учитывая вашу нагрузку, будут сообщать вам о необходимости в подзаправке. За основу берутся ваши физические данные и степень нагрузки. Но часы не умеют учитывать погодный фактор. Поэтому все расчеты они делают, основываясь на том, что вы занимаетесь в умеренных климатических условиях. После тренировки часы показывают, сколько углеводов, жира и белка вы потратили за тренировку. На графике в приложении можно увидеть, как тело расходует энергию на определенном этапе гонки. Четвертое – маршруты Комат. Для построения маршрутов и загрузки их в часы используется сторонний сервис, специализирующийся на навигации Комат, в котором, задав точку А и точку Б, можно автоматически получить наиболее оптимальный маршрут, учитывающий ваш вид спорта. Как только созданный маршрут появляется на часах, они начинают вести по нему как навигатор. Приложение Комат нам понравилось, но есть два вопроса. Во-первых, приложение Комат на английском. Есть еще шесть языков, но русского среди них нет. Для многих это не станет проблемой. Но лично мы бы хотели работать с приложением на родном языке. Второе – Комат является сторонним приложением. А значит, после построения маршрута необходимо возвращаться в Polar Flow, чтобы выполнить синхронизацию, тем самым загрузив маршруты в часы. Пятое – апгрейд встроенного датчика пульса. Часы используют точно такой же оптический датчик, как у серии Vantage – Polar Precision Prime. Ну а с небольшими изменениями. У него увеличили число светодиодов на одну единицу. Теперь их 10 против 9 на Vantage V. Шестое – высокая автономность. Polar Grid X могут проработать до 100 часов в экономичном режиме GPS. Всего режима 4. Первый позволяет работать часам до 40 часов с GPS каждую секунду, оптическим датчиком пульса и экраном в обычном режиме. Второй – до 60 часов. При этом запись GPS 1 раз в минуту. Оптический датчик пульса включен. Экран в обычном режиме. Третий – до 65 часов. Запись GPS 1 раз в 2 минуты. Оптический датчик пульса включен. Экран в обычном режиме. И последний, четвертый режим – до 100 часов. Запись GPS 1 раз в 2 минуты. Оптический датчик пульса выключен. В этом режиме можно использовать нагрудный датчик. Экран работает в экономичном режиме. Седьмое – крепкий корпус. Часы разработаны по военному стандарту. Они имеют влагозащиту до 100 метров. Корпус из нержавеющей стали. Улучшенную защиту от ударов и пыли. В Polar Grid X более удобные кнопки в сравнении с Vantage V. Их сделали круглыми с точечным протектором из металла. Часы могут работать в диапазонах температуры от минус 20 до плюс 50. Их толщина – 13 мм. Диаметр – 47 мм. Экран сенсорный с разрешением 1,2 дюйма или 240 на 240 пикселей. Журналист DC в своем обзоре расхвалил экран новинки. Сказал, что он более четкий, контрастный, нежели у Vantage V. Лично мы существенной разницы не увидели. Кстати, новинка переняла почти все ключевые особенности линейки Vantage V. А именно заряд VNS, улучшенный сон, функцию Night Charge, ночная перезарядка, FitSpark, готовые планы тренировок на каждый день, дыхательные упражнения и функцию Training Cloud Pro для контроля тренировочной нагрузки. При этом Grid X лишились ряда функций, а именно Recovery Pro, профессионального восстановления и ортостатической пробы. Друзья, монтируя это видео, мы решили немного его дополнить. Во-первых, мы не сказали, что в Grid X появился цифровой компас. Поэтому, идя по маршруту, часы будут ориентироваться на него, а не на GPS, как в часах Vantage V. Также вот ряд тестов, проведенных в этих часах. Точность трека. На всех устройствах выставлены лучшие настройки GPS. Результаты на ваших экранах. Точность оптического датчика при равномерной нагрузке. На некоторых участках видим скачки. Во время интервальной тренировки. Тест выполнялся после того, как часы получили свежее обновление. И точность заметно улучшилась, но по-прежнему есть участки, где оптика ошибается. Мощность. В целом, хороший результат. График с часов повторяет рисунок с датчика мощности, но как и с пульсом, местами есть резкие скачки или наоборот падение. Время полной зарядки занимает час. Возвращаемся к видео. Какие выводы мы можем сделать из всего сказанного? Скорее всего, новинка хорошо зайдет любителям и бывалым спортсменам. Но говорить о том, что эти часы как-то смогут заменить Vantage V не приходится. Существенных отличий между ними нет. Разница лишь в том, что Vantage V выберут триатлеты, бегуны, пловцы и лыжники, а Gritex выберут триллраннеры, велоспортсмены и ультрабегуны. Лично нам понравился внешний вид. Быстросменные ремни, функция Hill Splitter для мониторинга подъемов и хорошая автономность. Конечно, хотелось бы, чтобы новинка недорого стоила, особенно учитывая недавнее падение рубля. Друзья, ну а сейчас мы запускаем новый розыгрыш нагрудного датчика Sunto Smart Sensor. Чтобы его выиграть, необходимо первое – подписаться на наш YouTube-канал, второе – поставить лайк, третье – написать любой комментарий под этим видео, в котором оставить ссылку на ваш профиль в ВК или адрес электронной почты, чтобы позже мы могли с вами связаться. К слову, главный приз мы бесплатно отправим в любой город по всей России транспортной компании SDEC. За консультацией по часам Polar Garmin Sunto обращайтесь по телефонам, которые указаны на экране. Удачи вам и спортивных побед! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!